И в тот период только сумасшедший начинал какое-то новое строительство, да тем более даже не жилье, понимаете. Но вот настолько были сильны вот эти желания, по сути дела, населения, что вот это смогло осуществиться. Александр Юрьевич Степанов руководил музыкальной школой в Котласе без двух месяцев 20 лет. Это при нем и с его подачи. В городе было построено новое типовое здание, в котором школа искусств Гамма располагается с 2002 года. К новому зданию мы шли очень долго. Само строительство было порядка 10 лет, очень долго. С перерывами, с остановками и с демонстрациями нашими, когда мы шли по городу с лозунгами в новый век, с новой школой. Но когда подошел тот период, когда уже вот-вот откроется школа, мы проводили у себя педсоветы. Что мы возьмем из старой школы в новую, какими мы будем в новой школе, поскольку это было совершенно для нас огромное здание после тех возможностей, которые у нас были. И хотелось бы максимально плодотворно в это здание въехать. Тогда же и рождалось название школы. Мы очень долго думали, как ее назвать. Мы ее назвали Гамма. И в новой школе мы планировали объединить все виды искусств и художников, и танцевальные коллективы. Впоследствии еще и театральный коллектив появился. Поэтому слово Гамма вмещало в себя семь звуков, семь цветов у радуги. Семь дней, неделю, когда мы хотели работать в этой новой школе, туда хотелось идти. Начинал директор Степанов в старом здании на Кирово 47. Впрочем, история школы началась гораздо раньше и не по этому адресу. Школа была открыта в 57-м году. Седьмая по счету в Архангельской области. В лучшие времена было более 50 музыкальных школ со временем. Здание первое располагалось напротив старого военкомата, одноэтажное, со встроенной лестницей сбоку. Вот я зрительно ее помню. А с 62-го года в старом здании на Кирово 47 у Горбатого моста. Там было несколько контор. Последний выселял уже я. Там был дом работников просвещения. У них было 5 помещений. Мы их уже переоборудовали под себя, что называется. Это здание 30-х годов постройки. Очень такое фундаментальное, надежное, трехэтажное, большое. Там была пересылка. То есть там находилась контора, которая занималась пересылкой заключенных. И были случаи, которые нам об этом напоминали. Однажды на Горбатом мосту иду на работу, вижу, стоит камера, пишет. В начале 90-х. Интересуюсь, кто польское телевидение снимает. Поскольку интернированных поляков было очень много. Значит, они снимали это историческое здание для них. Которое их встречало в городе Котласе и посылало дальше. В то место, где они отбывали свою ссылку. Вот. Также приходил вот один товарищ, когда я уже работал. Мне, значит, дежурная докладывает к вам мужчина. Ну, заходит пожилой мужчина и говорит, я здесь сидел. И начинает рассказывать, где что было. Где была столовая, где был злой начальник. Где находились люди, которых там задерживали. Вот это все было. Конечно, мы понимали исторические корни этого здания. Но, тем не менее, за счет того, что там очень долго находилась школа, когда приезжали ко мне психологи, вот они говорили, у вас очень теплая аура здесь. Почему? Потому что, ну, видимо, много детей. Музыка, она всегда располагает к позитивным каким-то моментам. Наверное, это в свою очередь влияло. А вообще в этом здании действительно находилось очень много детей. Каждый день. Помещений не хватало. Многие педагоги работали в выходные. А штат был очень ограничен. И поэтому не хватало людей. Здание старое. Там всегда садилась какая-то рама в окне, которую невозможно было открыть форточку. Или вылетало стекло. Там всегда садились двери. И надо было бесконечно поправлять замки. Иногда протекал водопровод или еще что-то. То есть сантехника-то не было, поэтому надо было брать инструменты, выполнять все эти функции, потому что школа-то должна функционировать. Вот так начинали. Со временем выросшему коллективу музыкальной школы стало тесно в старом здании. И педагоги мечтали переехать в новое. Но наступила перестройка, экономика рухнула, предприятия закрывались одно за другим. На долгие годы в области почти прекратилась вся стройка. При этом в Котласе каким-то чудом сумели построить новое типовое здание школы. Локомотивом был мэр города Александр Шашурин. Когда закрывали горком, в смысле прекратила работать компартия, мне говорили, ну въезжай туда, отличное здание, высокие потолки, все. Я говорю, ребята, мы там будем мучиться, оно не типовое. Там большой зал на третьем этаже, но он не для музыки. Это зал лекторский, там для этого. Я говорю, мы потеряем, мы все равно должны построить свою школу. И мы к этому шли. Иногда я шел один, потому что никто уже не верил. Иногда меня поддерживали. В тот момент, когда вот за это взялись, уже даже проектов не было школ. Ведь были же типовые проекты. Был старый проект новосибирский, школы с училищем. Вот, то есть совместный проект школы с училищем. Он такой и построен. Вот, потом, значит, мы все понимали, что денег на всех не хватало. И строительные организации, они строили за те лимиты, которые были отпущены. И по тем лимитам деньги отпускались коряжами. И коряжма приехала и слезы мне просила, отдайте этот проект. Потому что у вас уже все готово. Вы знаете, как эта школа выглядит. И все, все, все. Я отдал им проект. Это мне тоже мои педагоги, и все не простили. И зав. отделом тогда мне сказали, ну вот, в коряжме теперь построят, а в Котласе нет. Я сказал, да построят и в Котласе. Разница между этими школами 10 лет. Проект один. Вот, но это как небо и земля. Все равно там школа по отделке, по всему, она другая. У нас она более современная 10 лет спустя. Во-первых, всем очень хотелось. Вот этот внутренний настрой, который ощущался и в городе. Потому что школа, она все равно гремела. Талантливых детей было очень много. Коллективы великолепные были. И сейчас, кстати говоря, тоже есть. Такое настроение, желание новой школы, оно бродило. Потом, значит, были выборы, и пришел Александр Иванович Шишурин. Он был локомотивом. Он загорелся этой новой школой. Это действительно период, когда он школе посвящал очень много внимания. Вот, и как бы все зашевелилось. Интересный факт. Официально Гамму открывали трижды. И каждый раз с перерезанием ленточки. Как бы нам сейчас не показалось комичным, но это был не юмор, а взвешенное и здравое решение. Первый раз официально ленточку перерезали, открыли. В фойе был духовой оркестр. Можно было прийти всем желающим посмотреть, что из себя представляет новая школа. А вначале мы въехали в основной корпус. А залы сдавались на следующий год. Невозможно было сразу всю школу сдать. Потом приехал губернатор. Он очень внимательно и с большим желанием следил за строительством новой школы, помогал. И поэтому ему важно было открыть эту школу тоже. Мы ленточку натянули второй раз. Потом где-то на педсовете педагоги говорят, Ну что же мы вот для начальства открыли, для губернатора открыли, для всех открыли, для города открыли. А для детей-то не открыли. И мы повязали ленточку третий раз. А тогда у нас уже буквально с первого дня работал буфет. Правда, не приспособленный, но мы очень хотели, чтобы у нас всегда был горячий чай, пирожки. Поэтому ребят угостили, значит, горячим чаем с пирожками. Они тоже перерезали ленточку. Редактор субтитров А.Семкин